Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео я вам расскажу, какой айфон купить в 2019 году. Но для начала давайте сделаем вот что. Я приведу 5 аргументов за покупку айфона и 5 аргументов против. Но вы для себя уже примете решение. Итак, какие плюсы есть у айфона? Первое, это, конечно же, экосистема. Превосходное взаимодействие с Apple Watch, AirPods, MacBook, ну и так далее. Второе, это надежность и долговечность. Как показала практика, айфонами люди пользуются реально долго, по 5-7 лет и даже дольше, и они практически не глючат с годами. Третье, это видеосъемка. Айфоны лучше всех снимают видеоролики, Samsung, правда, уже сейчас догнал, но тем не менее. Четвертое, это высокая безопасность, связанная с закрытой системой. Ну и пятое, это, конечно же, длительная поддержка и обновление, потому что айфоны обновляются по 5-7 лет, и это действительно очень круто. Теперь давайте о минусах. Первое, это то, что айфон где-то спустя там пару лет очень плохо ведет себя на морозе. Он реально почти сразу выключается, у других смартфонов, конечно, тоже такое присутствует, но в меньшей степени. Второй момент, это то, что маловато функций по сравнению с андроидом. Нет клонирования приложений, профессионального режима камеры, виджетов нормальных, удобных, ну и так далее. Третий минус, это скудная комплектация, потому что не идет быстрая зарядка в комплекте, надо переходник докупать там на новых моделях. Четвертый минус лично для меня, это то, что есть проблемы с подключением к Windows компьютеру. Если хочешь через провод, например, скинуть фото или видео, очень часто обрывается связь, и сделать это реально проблематично, если нужно именно большой объем данных передать на компьютер. Ну и пятый, последний минус, это, конечно же, цена, она очень-очень высокая. Ну а теперь давайте уже перейдем к моделям, погнали. Самый дешевый айфон, который я рекомендую покупать в 2019 году, это айфон SE. Раньше я говорил, что 5S, но сейчас все-таки 5S уже достаточно тормозной аппарат, поэтому берите SE. Там железо от айфона 6S, и он еще даст фору бюджетным аппаратам за эту же цену. Конечно, SE уже тоже не торт из-за древнего внешнего вида и очень маленького экрана, но зато компактен, а некоторые люди сейчас ищут именно компактный смартфон. В целом, конечно, печатать и смотреть контент на таком экране уже неудобно, но все же это айфон, который хорошо работает и стоит дешево, 17 тысяч рублей примерно. Следующий айфон, это уже минимально из адекватных вариантов, если, конечно, так можно выразиться. Речь идет, конечно же, про айфон 7 и 7 Plus. 6S, конечно, можно брать, но я настоятельно вам рекомендую совсем чуть-чуть доплатить до семерки, стоит в районе 30 тысяч рублей минимальная версия на 32 гигабайта. Почему? Потому что мощность, влагозащита, камера значительно лучше, ну и более надежная кнопка домой. В идеале, в идеале, конечно, надо брать модель 7 Plus, в основном из-за экрана и более емкого аккумулятора, который живет реально дольше. Ну и также получше камера, там все-таки есть портретный режим. Мощности этих смартфонов вам хватит еще на 2-3 года спокойно. Ну а, кстати говоря, камера практически не уступает айфону 10, я сравниваю. Дальше у нас по списку идут айфон 8 и 8 Plus. Условно их можно сейчас называть некими золотыми середнячками. По сути дела, это слегка обновленная семерочка. Здесь уже более серьезный запас производительности, вам его хватит лет на 5-7 вперед. Есть беспроводная зарядка, трутон дисплей, чуть-чуть получше стала камера. И выложить за это удовольствие придется где-то от 45 тысяч рублей, что для айфона сейчас в принципе не очень дорого. Но, ребят, хотелось бы отметить все-таки такой минус, то что этот айфон еще идет в старом дизайне, который был со времен 6 айфона. И сейчас он смотрится, ну мягко говоря, уже устаревшим. Поэтому я бы себе, наверное, брать не стал. Следующий айфон, который я посоветую купить, это айфон 10R. Десятку обычную брать уже не рекомендую сейчас, потому что она, во-первых, снята с производства, ну а во-вторых, айфон 10R стоит столько же и он по всем параметрам лучше. За исключением того, что у него только один модуль камеры и портреты получаются не всегда хорошо. Покупая айфон 10R вы уже получаете смартфон со свежим современным дизайном, хотя челка, конечно, уже тоже не в тренде, но тем не менее. Также у него есть плюс даже по сравнению со старшими моделями, это то, что здесь используется классический IPS экран, а не AMOLED. Это значит, что он не выгорит со временем, как на флагманах. Также многим пользователям больше нравится цветопередача. Ну и последние айфоны, которые закрывают наш сегодняшний топ, это айфон XS и XS Max. Одиннадцатый айфон еще пока не вышел на момент съемки этого видео. Ну и, собственно говоря, это флагманы, самый жир. Ценник уже от 80 тысяч рублей. По сути дела это для богатых. Я особого смысла не вижу в покупке этих моделей, ну если вы, конечно же, не блогер. Раньше я вам тоже про это говорил, но в принципе, если вы уж надумали покупать самый топовый и дорогой айфон, то, пожалуй, берите все-таки XS Max, из-за того, что на нем нормальный размер экрана 6,5 дюйма. Сейчас, по сути, уже даже на бюджетниках на всех примерно такие же экраны стоят. Ну, чуть-чуть совсем поменьше. Вот, айфон XS, мне кажется, все-таки уже маловато по размеру. Ну и, конечно же, рекомендую брать двухсимочную версию на сером рынке. Давайте подведем итоги, ребят. Отвечу сейчас кратко, какой айфон купить в 2019 году. Значит, надо брать вот такой вот 7 Plus на 128 гигабайт. Либо, если денег не хватает, то айфон 7. Если у вас денег действительно много, вы богатый человек, то берите айфон XR, он же XR. Вас он 100% устроит. Пишите в комментариях, какой айфон выбрали вы в 2019 году. Ну, а с вами был FutureTime. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok